Золотые мои, наш подопытный бородатый козёл не имеет никакого жизненного опыта, даже процента, одного процента от моего жизненного опыта он не имеет, и я по отношению к нему чувствую себя оператором, а он субъект моего манипулирования. То есть это примерно то же самое, что США и Мозамбик. Там в Мозамбике могут собираться какие-то индийцы, трясти копьями, луками, раскрашиваться в боевую раскраску и всячески там зверские лица показывать. Это не имеет никакого отношения до Соединённых Штатов. Соединённые Штаты будут бомбить с воздуха, не соприкасаясь с дикарями. Вот и я также с залупником в прямое соприкосновение входить не собираюсь. Он этого не понимает. Он всё думает, что цацки и пецки. Я приглашаю вас, золотые мои, совершенно бесплатно, нашёл, на котором я буду разбирать залупник. И уже приступил к разборке. Залупник сейчас находится под прокуратурой. Пока ещё не под судом. Пока он находится под прокуратурой. В отношении него возбуждено пока административное производство. Сейчас проводится административное расследование. У него всё хорошо. Я предлагаю вам посмотреть, как самоуверенный, охуевший, тупой тип на ваши глаза будет превращаться в тупого и покорного барана. Тупой, покорный баран, чего извольте. Он будет в своих роликах говорить, что он чмо. Он в своих роликах будет говорить, что он пидорас. Будет снимать эти ролики. Если вообще не удалить свой канал. Просто я приглашаю вас посмотреть. Я начал с человеком работать. Жёстко я начал с ним работать. Он будет жить теперь в тех рамках, которые я ему установлю. Именно потому, что я оператор. У меня больше знаний. У меня больше опыта. Это 39-й бык, которого я загоняю в стойло. Я просто вас приглашаю на корриду. Совершенно бесплатно. Я вам сейчас вкратце, конспективно обрисую, что будет происходить с залупником. Ещё раз, должно это закончиться. Вот сегодня это Чамора говорит про меня дурные слова. В дальнейшем, буквально в течение года-двух, он должен тупо, не меняясь выражения лица, восхищаться мной. Говорить, что он чмо, что он пидор, что он говно. Он наговаривает на себя всякие глупые вещи. И распространять это в сети интернет. На себя, на самого. Вот через что он должен пройти. Он не понял, куда попал. Он уже на конвейере. Он уже едет по этому конвейеру. Вот существует пять стадий принятия неизбежного. Психологический этюд, известный мне уже более 20 лет, а залупнику ещё только предстоит познать это на себе. Я скажу, не скрываясь и не преувеличивая опасность. В дом залупнику пришла беда. Просто беда. В дом залупника пришла беда. Горе. Настоящее горе пришло в дом залупника. Его жизнь с 1 июля сего года сломалась. Она никогда не будет прежней. Я им начал заниматься. Я оператор. А он существо, которое лежит у меня на секционном столе. И которое я при помощи скальпеля и пинцета аккуратненько препарирую на запчасти. Итак, первая стадия. Отрицание. Находясь на этой стадии, человек не принимает ситуацию. Отрицает её. Ему кажется, что всё происходящее неправда. И что проснувшись утром, всё исчезнет, как страшный сон. И жизнь будет прежней. Эта стадия выполняет защитную функцию. Помогает справиться психике с обрушившимся горем-шоком. Но для него сейчас это шок. Да, он ещё не понял, что это горе. Для него сейчас это шок. Он отрицает. Он думает, что Андрей Семёнов, юрист и писатель. Так, всё, понтуется на камеру. Да что-то он несёт какой-то хуетинь. Да нет, да бросьте его. Да разве ж это исковой. Да хуйня это всё. Да разве эти менты. Нет, эти менты какие-то пацаны переодетые. А эти ССПшники тоже нанятый артист. Он будет отрицать всё. Он будет высмеивать. Он будет со своими читателями. Кто у него там, подписочками. Со своими подписчиками. Как-то вот искать поддержки. Его будут одобрять. Там, давай-давай. Давай, залупник. Давай, несы, нихуя. Хулен-Чамор. Он сам боится. Он сам, бля, копает себе яму. Он сам, бля, туда в неё попадёт. Мы сейчас подключим телевидение. Мы сейчас подключим говнопаблики. Всё. Ничего этого не будет. Вторая стадия. Гнев. На этой стадии к человеку приходит понимание неизбежности произошедшего. И он начинает испытывать злость. Гнев. Он не может повлиять на ситуацию. Изменить её. На этой стадии люди активно ищут виноватых в происшедшем. Обвиняют в судьбу, случай, Бога, себя. В стадии гнева человек раздражается на всех, кто рядом. Ему кажется, что никто не может понимать, что он чувствует. Ещё больше злят те, с кем такого не происходилось, и кто находится в лучшем положении. Гнев нежелательно подавлять. Эти чувства необходимо отреагировать. Это будет после того, как судебный пристав начнёт арестовывать его счета. Начнёт отбирать его имущество. Что, придут? И человек понял, что сумма огромная, и это навсегда. Это не просто там, уже пошли материальные издержки. Уже пошли материальные издержки. Вот ещё только минуту назад это было моё, и вот уже чужие люди увозят со двора. Коровёнку-то, да? Вот это вызовет гнев, что как так-то, вот всё это так вот. Как сказали товарищи Бетлы, Love was such an easy game to play. Было так весело. Я такой весёлый, такой остроумный, такой на экране. И он лошок, и я пинаем в живот, и чуть ли, блядь, не языком в жопу его уже выбыл, блядь, нахуй, блядь. Что ты, нахуй, я лоха и так, и он так, и так. А ответа нет, и ещё сильнее распалялся, и видал, какой я. И умный, и смелый, и сильный. А тут приходят люди, и похуй просто на тебя, и на твои страдания. Отбирают, и всё. И вот тут-то гнев обружится на его подписчиков. Зачем же ты мне, тупая курица, блядь? Зачем же ты мне, блядь, сраный петух, советует? Зачем же мне науськивали на Семёнову, блядь? Где ты же Семёнов, блядь? А я, нахуй, блядь, воштифозная, блядь, рядом с ним, бледная спирохета. Вот там будет гнев. И будут виноваты все. Будут виноваты спиногрызлым. Бабушка, дедушка, репка, блядь, внучка, все, жучка. Все будут виноваты, кроме него. Кроме него. Все будут виноваты, что же вы, блядь, мне не подсказали, что же мне не подсказали. А кто подскажет? Ну, долбоёбы может окружать только долбоёбы, блядь. Третья стадия. Торг. На этой стадии человек ещё не смирился с происходящим и желает исправить ситуацию. Вернуть назад. Находясь в этой стадии, человек задаётся вопросом. Что если? Обращается к Богу, судьбе, даёт обеты, молит, просит всё изменить, повернуть время вспять. Вот на этой стадии я могу просить дать вжоку, блядь. Скажу, вот хуй у собаки отсосёшь, блядь, как этот, блядь, Панин, актёр Панин. Вот хуй у собаки отсосёшь, блядь, а я на камеру сниму и выложу, блядь, я тебе миллион прощу, блядь. А вот за ту собаку ещё миллион прощу. Вот на этой стадии он мягче говна делается, блядь. Вот на этой стадии, блядь, торговлю, блядь, давай, 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 давай. Но только торговаться не с кем. Долги не будут прощены. Торговаться не с кем. Все до копеечки. Все до копеечки. Судебный исполнитель не разговаривает. Адвокат отвозит глаза. Ну что я могу сделать? К судье просто в кабинет не попадешь. Менты говорят, что у нас бумага, мы ее выполняем. Ты что от нас хочешь? Иди там договаривайся. Не с кем договариваться. Со мной не обхом тоже толковать. Никто. Не с кем. И дал бы взятку. И некому давать. Ищешь к друзьям, бегаешь по друзьям, обзваниваешь. Слушай, а друзья говорят, а нахуй ты про него снимал? Понимаешь? Да ты что, ну как же про него было не снимать, когда он лох по жизни? А нахуй ты про него снимал? Ну мы-то знаем, между собой поговорили, посмеялись, поржали. А нахуй ты в интернете-то выкладывал? Долбоеб. Вот понимаешь, вот это вот стадии. Начинает не с кем поговорить. Все друзья начинают отворачиваться. И на этой стадии, кстати, до людей начинает доходить, что он заразный, что он токсичный. И вот этот вот канал, блядь, телевизионный и говнопаблик тоже говорят. Залупник ты, блядь, ты какой-то, блядь, долбоеб оказался, блядь. Ты сейчас сам попал в неприятность. А если мы с тобой будем связываться, блядь, то и, блядь, на свою жопу тоже беду накликаем, нахуй. Это же Семенов, это же тварь такая, блядь, чтобы ему в суд-то написать, ему написать исковое полчаса, еще полчаса доехать до суда, блядь, и в окошко кинуть, нахуй. А мы потом годами будем расхлебываться. Ему час, блядь, работы, а мы годами здесь будем, блядь, выплачивать сиски, блядь. Нахуй бы ты нужен, блядь, иди, короче, блядь. Вот это вот стадия торга, когда человек, блядь, ну чего бы еще предложить бы, блядь, а нехуй предлагать. И главное, самое печальное, до Бога высоко, царь далеко, предлагать некому. Отворачиваются друзья на этой стадии. Что до друзей начинает доходить, что, блядь, этот чмошник влип, нахуй, по самые помидоры. Стадия четвертая, депрессия. Это самая тяжелая стадия из пяти. Здесь человек уже осознал тщетность торга. К нему приходит понимание, что произошедшее неизбежно. Оно произошло, и пути назад нет. Он полностью осознает свою неспособность повлиять на события. И это повергает его в депрессивное состояние. На данной стадии многие замыкаются в себе, прекращают общение с внешним миром, перестают следить за собой. Да он и так чмо. Он и так за собой не следит. Он и так чморик, блядь. Но есть и такие, которые активно взаимодействуют с окружающими, но внутри находятся в постоянном унынии и страдании. Унынии и страдания. Эти унынии и страдания иногда приводят к суициду. Я допускаю, что он тоже вздернется. Это нежелательное событие, потому что я не смогу получить деньги. Но я не буду его оплакивать. Это нежелательное событие. Но оплакивать его я не буду. Как бы он не вздернулся в самом деле, блядь. Он такой мягкий, такой ранимый, блядь. Все было так хорошо, блядь. Вздернется. Ведь его в армии не пиздили в тюрьме, блядь. Он баланду не жрал. Он не знает, как взаимодействовать с окружающим миром. Тем более, он не знает, как взаимодействовать с жестким, блядь, и умным мужчиной. Просто не знает. Самое простое для него это поставить жопу. Потому что на большее мозгов у него не хватает. Ну, я не гомно скушаюсь, нахуй мне его жопу, блядь. Он с тузиком пускай совокупляется. И пятая стадия – принятие. Принятие ситуации происходит сложно. И может происходить не сразу, а как бы скачками. Но там будут люди, которые будут ему объяснять. Будут приезжать в его деревню люди и объяснять им, насколько он был неправ. Человек, кто проваливается в депрессивное состояние, то снова начинает замечать жизнь вокруг и проявлять к ней интерес. И в итоге он принимает сложившуюся ситуацию и смиряется со случившимся. После принятия у людей начинается новая жизнь с учетом произошедших событий. Они начинают ценить то, что происходит здесь и сейчас. Новая жизнь. Вот о том и речь. Следите, пожалуйста, не уходите с канала. Здесь будет интересно, блядь. Вот сегодня этот Боров бородатый, уверенный, усмешанный, блядь. Через год, через два, блядь. Это будет подавленное существо, готовое стать донором для транспантологии или готовое стать рабом. Это раб, просто. Это раб, который не имеет ни своего имени, ни своего номера. Ее будут называть для залупника. Просто. Я его намереваюсь продать коллекторам. Рынок долгов в России развивается. Развивается динамично. Таких незадачливых должников покупают. И я думаю, что всплывет он где-то в Дагестане или на кирпичном заводе. Будет отрабатывать на кирпичном заводе за хлеб, за зарплату и потихонечку гасить долг. Вот я такой вот вижу ему судьбу, что его переуступят нашим добрым соседям, мусульманам с Кавказа. Я думаю, что вот так вот. Я просто не знаю, где он всплывет, но все, жизнь не будет прежней никогда. Только бы он не вздернулся. Я хочу до конца доснимать, досмотреть это шоу. Не уходите с канала. Но у нас интересно, еще раз напоминаю, спонсоры канала «Антилог по жизни» гарантированы от бана, а спонсоры особого порядка гарантированы от модерации. Отдельной категории спонсоров я не удаляю даже комменты. Не просто их не удаляю, не удаляю даже их комменты, хотя дорого стоят. Спасибо.